Итак, это прототип температурного логера. Выглядит он вот так. Питается от двух пальчиковых батареек. И, собственно, чтобы заставить его работать, кроме пальчиковых батареек, нужно ещё температурный датчик и microSD флешка, отформатированная на FAT32. Собственно, и всё. Сначала вставим батарейки. Теперь можно включать. Здесь переключатель режимов. C – это режим конфигурации, L – режим логирования температуры. Изначально я включу его в режим конфигурации, и он начнёт изредка помидывать светодиодом. В этом режиме можно подключить к нему обычный переходник USB UART, вот, например, такой, через вот этот разъём и сконфигурируйте его через программу. Так, запускаем программу. И выбираем тут свой последовательный ход. Подсоединяемся. И можно попробовать забрать время на логере. И, как часто, он за этим заменит. Видим, что время изгядано. И каждую минуту он делает померы. Можно задать своё время. В принципе, вот сейчас вот такое вот мы время задаем. Но так как время на логере будет показываться в глинническом формате, то есть без смещения, я обычно предпочитаю добавлять 4 часа. Чтобы видно было на цене. Давим время. И ну, скажем, два раза. Всё, можно подсоединять. После того, как устройство сконфигурировано, можно приступить к логированию температуры. Для этого надо передвинуть переключатель вправо. Но так как у нас нету ни датчика температуры, ни карты памяти, всё, что мы увидим, это частое мигание. Что показывает нам, что надо вставить датчик температуры. Это определяется в первую очередь. С датчиком температуры ошибиться сложно, потому что он вставится только в правильном положении. вставить. вот мы видим более частое помигивание. Оно означает, что не хватает флешки. Вставляем и видим вот что. вот это означает то, что замер в данный момент был сделан и записан на флешку. Теперь ждём ещё 12 часов и ещё 12 часов и так далее. Каждые 12 часов будет сделано по новому замеру. Для того, чтобы закончить все замеры, на всякий случай надо перейти в режим конфигурации и выключить устройство. После этого можно безопасно вытащить флешку. Что-то вроде аналога безопасного извлечения Windows. Если в момент выключения происходит операция записи, то можно потерять все измерения. Поэтому, я думаю, лучше всё-таки переключать. Итак, все измерения содержатся на этой флешке. Теперь можно её прочитать. Вставляем флешку. И видим тут наши измерения в формате CSP. Открываем мы флешком офисом, лидер офисом. Не знаю насчёт ворда, точнее цели, но последние версии почему-то не поддерживают разделение табана. Поэтому фл будет считаться неправильно. флешком Покажу как делать это в формате офисе. Во-первых, в кодировку выбираем виден код. И во-вторых, нужно, чтобы тут в качестве разделителя стоял только табль. Все остальные должны быть флешком. И видим правильные замены. И вот собственно импортированные замены. Здесь показывается когда начали сниматься замены. И здесь дата каждого замена и время. Видим только из-за того, что я сдвинул время на четыре часа мы видим локальную изменю. Вот и все. И наверное единственный разъем в температурном логере, который можно воткнуть не так, это вот этот разъем. Поэтому показываю как он вставляется. Если адаптер держать лицом к себе, то справа будет черный провод, слева будет белый провод. Вот этот разъем стандартный абсолютно на всех них.